Все огурцы, которые имеют соль в себе уже, как в Новом Завете, да, имеете соль в себе. Интересно, соль в себе, и уже от своих сородичей по грядке они отличаются всем. И дух другой уже, и запах, и вкус, и вообще цвет, все. И там грек хрустнул огурцом, говорит, ох, баптизо, ох, там и чесночок, там и перчик, там и травка такая, рассол такой, что дух другой. Открываешь эту бочку, и тоже здесь как раз бабушка моя, татарская моя бабушка, ох, мастерица была, Миньбану ее звали. Она корнями из крымских татар вообще, ну, хотя она, карымлы, будем так говорить, хотя она считалась казанской, но на самом деле она корнями оттуда. И у нее золотые руки были, очень вкусно готовила. Вот, значит, кухню такую, да, чак-чак домашний был, прям из печи, ох, вкуснятина. Значит, и вот эти грибочки, что там, огурцы, огурцы готовила очень вкусно, там, вот эти такие бочки, небольшие бочонки такие были, дубовые, вот, значит, и в них прям укладывало все. И там и чеснока много, там, и всего-всего-всего. И вот когда там стоит, когда в миску этих огурцов накладывает, ложит на стол, запах прям сразу идет, прям такой невероятно вкусный, невероятно вкусный. Вот, вот это баптизо, баптизо. То есть, словами вот современного языка можно так слова Иисуса объяснить. Кто уверует в меня и погрузится в меня, погрузится в Бога, в сущность Отца, Сына, Святаго Духа, да, пропитается мною, будет спасен. А кто не погрузится, кто не уверует, вернее, да, ну, можно сказать, так и погибнет на грядке, на огороде века сего. Но Бог хочет, чтобы весь урожай был спасен. Он хочет, чтобы вот весь урожай был в закромах Божьих. Потому что вот, как бы, даже вот огурец, допустим, так что, товарищи огурцы, как говорится, и огурчихи, погружаемся в Бога. И самая главная заповедь огурца какая? Не дергайся. Вот попал в рассол, не дергайся, потому что ты же не можешь там доставать постоянно огурец и проверять, просолился, не просолился, просолился, не просолился. Будешь доставать, но он не просолится так вообще, милый человек. Надо положил и забыл все, как бы, и все, и не дергайся, просаливайся себе. Вот это выражение сейчас в христианстве, это пропитываться Богом, очень хорошее выражение. Оно как раз очень правильно, как раз вот, на мой взгляд, отражает слово баптизо, пропитаться им, просто просолиться, просто проникнуться. Он в меня проходит, каким образом? Верую, принимая Христа верую. Это не просто разово, вот раз подсолился чуть-чуть, но малосол. Сегодня очень много христианства такого малосольного, но надо просолиться. А еще, кстати, еще это слово использовалось в баптизу, кроме соления этих овощей всяких, еще для описания прокраски тканей. Да, и тогда очень ценился пурпур, самая дорогая была ткань, прокрашенная пурпуром. Значит, из моллюсков доставали, вырабатывали это вещество, краску эту. И процедура была очень такая, ну, многомесячная, одним словом, прокраски этой. Если качественно делали, то тогда уже никакие стирки, парки, варки не страшны были этой ткани. Она сохраняла свою яркость, чистота цвета. Но в то время, особенно на Крите, были халтурщики такие. Ну, как Павел писал, помните, о критяне, говорит, все лжецы, говорит, утробы ленивые. Вот они вот, о них молва не зря так ходила. Они хотели меньше работать, а больше получать. Вот, значит, и они специально халтурили, слегка прокрашивали ткани, допустим, и на рынке выставляли, ну, у нас акции. Вот с Крита сегодня вот, значит, в полцены можно купить такие же ткани. И поначалу доверчивые греки шли, покупали, а потом до первой стирки. А потом вот кретины, кретяне, вот какие они. Короче, лжецы все, краска уже, уже цвет уже не тот уже. Вот, да, значит, поэтому в каждом городе греческом, в каждом полисе, ну, жизнь заставила, да, появлялись свои такие компетентные товарищи, которые, ну, типа контроль и качество, которые специально ходили на рынки. И там, где особенно чужие всякие новые продавцы появлялись, допустим, да, новые товары привозили, они брали отрезы тканей сами на выбор и отдавали женщинам. А те специально стирки постоянные, варки, парки, и после многих процедур, если они приносили снова эти ткани, если краска оставалась на месте, если они были такие же яркие, говорили, о, это баптизо, а то халтура критская, а это баптизо, вот, значит, баптизская ткань настоящая. Так что, а я так рассуждаю, а чем мы прокрашиваемся, господа, братья и сестры? Кровью Христа, кровью Иисуса, и не так, чтобы халтура. Бывает часто халтурное христианство такое, вроде прокрасился, вроде, да, вроде кровь Христа до первой стирки. Раз что-то такое, и сопли, слезы, и все, и где кровь Христа? Вроде как бы обескровленный, вроде как бы... А Господь хочет, чтобы мы прокрасились, полностью прокрасились. А прокраска наша, как это происходит? У всех по-разному. Через общение с Ним, это 100%, через Слово Божье, вникаешь в себя, в учение. Вот, и вера, принимаешь Христа верою, и это процесс, это... Притом, это самое удивительное, что это чаще всего даже его инициатива. Самое для меня удивительное. Ты вроде принимаешь, а потом, спустя некоторые годы, ты понимаешь, о, благодать спасен тобой. Это он тебя принимает вообще. Это он тобой пропитывается, а ты им пропитываешься вообще. Да. Спасибо, Господь, за все. Благодарю тебя. И хочу завершить важным очень для меня словом, таким свидетельством. Из Иоанна 11, 25. Выставьте это местописание. Хочу им завершить этим местописание. Просто для меня это очень важное местописание. И у всех проповедников, у всех христиан, у каждого верующего, независимо от призвания, есть какие-то особенные местописания, да, и бывает в разные периоды жизни какие-то особенные местописания Бог показывает и указывает, раскрывает в нас. Вот есть графы, да, вот, допустим, скаченные на гаджеты наши. Иоанна 11, 25. Вот есть скаченные на гаджеты, на телефоны или старым, добрым, дедовским способом, на бумаге напечатанном, допустим, да, это графы. Есть логос, премудрость, совет. Логосом могут пользоваться и неверующие. Чаще всего, кстати, сыны века сего даже успешнее пользуются логосом, даже нежели сыны света. Представляете, в своем роде даже мудрее дети века сего порой. Но есть еще рема. Рема Божья. Не путайте с эврикой. Эврик – это, ох, хорошая мысль, это мне пригодится в жизни, это озарение. Да, это рема – это слово, ставшее плотью. Это слово, которое твое. Это слово, которым ты живешь. Это слово, которое… А вообще в оригинале, если брать вот рема, именно вот опять-таки в старом греческом языке, мне нравится вот обращаться к старому языку греческому, во времена Нового Завета, это означало пережитое слово. Или переживаемое, или пережитое слово. И оно пережитое будет так, что тебе уже хоть кол на голове чеши, от тебя это не отстанет. Потому что это твое, это просто твое. Все. Это слово, ставшее плотью. Или становящееся плотью. Допустим, две женщины, допустим, проведут семинары по воспитанию детей, да, и обе будут грамотные, и они такие же местописания будут приводить, и такие же примеры хорошие, да. И все будет хорошо, и у той, и у другой. Но одна еще не рожала, допустим, да, а другая уже и родила, и дети уже выросли, и люди вышли, состоялись уже. Да, значит, и вот в устах первой женщины это будет логосом, а в устах второй женщины это будет ремой. Потому что она это уже пощупала, она это потрогала, она это пережила. Она говорит о том, что ее руки видели, глаза ее видели, о слове жизни, действительно ставшей ее жизнью. Все. Что мы, ее свидетельство будет ремой на самом деле. И вот Бог хочет, чтобы слово его стало ремой для нашей жизни. Если, допустим, ты был болен, да, к примеру, и ты пережил исцеление, ты знаешь Бога как целителя своего. И даже если весь белый свет скажет, что Бог не исцеляет, ты им не поверишь. Ты скажешь, нет, я уважаю ваше мнение, конечно, 8 миллиардов, это шутка ли, шутка ли, огромная толпа людей. Но меня Бог лично исцелил. Поэтому я точно знаю, что Бог целитель мой. Допустим, ты был в нужде, в долгах, как в шелках, в холодильнике мышь повесилась, как говорится, и вообще, ну, вообще все, ни кола, ни двора. И потом ты добился, значит, да, насчет успеха, и ты процветаешь, и ты уделяешь нуждающимся, и все, благотворитель, раздоятель, там все. И тебе уже хоть кол на голове чеши, и даже если все будут говорить, что Бог только нищих, значит, и Бог хочет, чтобы ты вообще обнищал, там, и прочее. А ты скажешь, нет, Бог мой не просто целитель, он Эль-Шадай более чем достаточный, Бог процветающий, и меня к процветанию привел. И я теперь живу этим. И ты уже не поверишь никому больше. Потому что ты знаешь, Богу уже в этом отношении. И вот Рема, твоя Рема, в чем она эта Рема? Что ты сейчас переживаешь? Что ты сейчас проходишь? Какое слово становится плотью сейчас в твоей жизни? Вот в разные периоды жизни бывают разные слова, эти от Бога, которые ты слышишь, читаешь Библии, они становятся твоим словом, твоей жизнью самой, плотью. И вот эти слова Иисуса, «Я есть воскресенье и жизнь». В 2003 году, уже больше 20 лет назад, весной 3-го года, это слово стало моей Ремой. И вот на протяжении этих 20 лет этим словом живу я. Вот этим словом делюсь сейчас с вами, друзья. Воскресенье и жизнь – это имена нашего Господа. К тому же, среди прочего всего, это еще имена нашего Господа. «Я есть им воскресенье, жизнь». Поэтому я говорю «воскресенье» подразумеваю Иисус. Я говорю «жизнь» подразумеваю Христос. Для меня жизнь – Христос. Иисус – воскресенье мое. Все. И это произошло весной 3-го года, когда впервые в моей жизни мне пришлось молиться за воскрешение подростка, юноши, старшеклассника, который, ну, одним словом, было ДТП. Я был за рулем автомобиля, и удар был очень сильный. Я сбил подростка, школьника, который на мотоцикле выехал покататься на трассу. Значит, и столкновение было очень сильным. Ну, 2 тонны на скорости против мотоцикла, фактически шансов у пацана не было. Вот. И его транспортное средство не подлежало восстановлению, как потом сказали другие мотоциклисты и гаишники потом. Вот. Значит, и его мотоцикл не подлежал восстановлению, а его Бог воскресил прямо на дороге. Я впервые в жизни... Я никогда не думал, что буду молиться за воскрешение мертвых. На сегодняшний день уже несколько случаев было таких в моем служении, но это был самый первый случай в 2003 году. И я просто орал к Богу, вопил просто к Богу. Он был похож на моего мальчика, на моего сына. Ну, как бы по возрасту, по всему. И это ужасно понимать, что на тебе кровь человека. Понимаете ли? Там неважно, что виноват, не виноват. Дело не в этом. На тебе кровь человека. Вот. И, слава Богу, жена цела, дети целы. Я когда удостоверился, что семья цела, и выбежал на трассу. И вот орал к Богу, молился к Богу. Слово молитва. Не очень я люблю это слово молитва, честно говоря, потому что чаще все это слово такое, оно затасканное. Как вот Маяковский писал, помните, да? Слова у нас, говорит, ветшают, как платье. Вот. Надо сиять, заставить заново эти слова. Вот. Величественные слова, на самом деле. Сиять.